Всем привет! В общем, когда-то рано или поздно надо было сделать, начать вести дневник моего огорода. В общем, зовут меня Лера Лаутон, и это мой огород. Огородом это назвать довольно тяжело. Ну, вот так вот выглядит мой огород. Ну и, собственно, вот они две мои собаки. Гончая и Хаски, подобранные на улице. Ну, а вот это вот, вы можете видеть, это строится наш дом. Как-то так. Ну, а вот в этой части у меня огород. Ну, в общем, что уже было сделано по огороду, это мы прошлым летом, да, прошлым летом мы сюда загнали трактор с плугом. Он нам все это распахал, добро. Вот немножко прелести с другого ракурса. Огород. Жуть. Вот это сейчас надо будет волос. Вот это булыжник волос. Это все потому, что мы совершили одну глобальную ошибку. Когда начали строить дом, у нас вот там, возможно, где вы видите, собака лежит, моя гончая, где-то вот здесь. Здесь был холм. Непонятно чего. На нем прислой ежевик. Она, в принципе, сейчас там растет. Я ее более-менее так рассадила, чтобы это было хоть как-то облагорожено. И когда копали траншейки в нашем доме, просили тракториста немножко этот холм раскидать и растащить по участку. И, в общем, когда этот холм уже растащили, но мы боялись, что мы его не сможем растащить, там был очень большой сюрприз среди нас, для нас, в виде строительного мусора. В общем, строительный мусор я до сих пор выбираю. Уже вывезено, уже 20 тачек ко мне. Они вот здесь вот лежат перед гаражом. И я до сих пор выбираю. То есть я 4 тачки сейчас вывезла. Вот здесь вот 3 грядочки перекопала, замульчировала объектами. 3 тачки. Там еще лежит точно на тачку. И я еще не выбирала вот здесь. То, что там внутри. То есть мы собрали то, что было снаружи. Вот эти камни. Естественно, когда тракторист это все распахал. Сначала мы это растащили, не знаючи, что там было. Уже дело, чего-то было поздно. Потом муж нанял трактор. Немножечко мы сняли эти камни. Верхний слой. Вывезли с участка. Он потом как раз приехал на мере трактор с плугом. Он нам распахал. Еще больше этих камней всех вывернул. И здесь, честно говоря, было тряшнее. С одной стороны, это хорошо. Он, конечно, разрезал дерна, его перевернул. Это все перепрело. И сейчас более-менее так хоть это... Не думать, что это вот так вот ровно было. Это хоть немножко спрело. И потом, сейчас весной, ему опять нанимал трактор обычный с отвалом. И он счищал вот эту всю хрень. Все вот эти камни опять, чтобы вылезали. И вот туда, на забор вывалил, вот там разровнял площадочку, выровнял. И у нас стоял вопрос, стоит ли нанимать еще раз трактор с плугом. Еще раз нужно отпасивать. Мне, честно говоря, было очень жалко, будто такое ровненькое. А я, в принципе, здесь видела довольно ровную поверхность и аккуратные высокие грядки. Понятно, что не сразу. Надеюсь, что это столько денег сразу. Высокие грядки. С тракторами из газона. То есть я не хотела никаким бетоном, ни плиткой, ничем, так сказать, отмачивать. И вымачивать, как прошлое говорить. Я это хотела засеять газон в библиотове. Ну, в общем, я решила это все оставить так. В общем, вот тут вот сектор у меня ягодник. Я натянула сейчас там шнурку примерно на этот сектор. Ну, ладно, здрасте, типа тебе клещ ползет. Прекрасно. Видела клещ? Что с тобой делать, клещ? Видел, смотрите. Там я более-менее расковыряла. Там будем оставить первые две высокие грядки в этом году. Там потом будут расти ягоды клубника. Земляник крупноплодный, если правильно это называется. Ну, в течение лета я эти грядки буду готовить. Аж нужно накопать где-то земли, засыпать. Муж считал, там порядка двух кубов земли надо натаскать. Здесь, естественно, земля, фиг пойми что. Еще один, второй сюрприз мне был, когда я сейчас копала. У нас вот здесь вот колодец. Сейчас постараюсь показать. Вот, зелененькое. Это колодец у нас здесь. И когда муж со своим укром копали этот колодец, я буду сажать клубничные грядки. То есть у меня вот это лето грядка будет только готовиться. Скорее всего, это, наверное, сажу кабачки. Скорее всего. Возможно, огурцы. В общем, я буду сажать туда все культуры, которые нужно будет обильно мульчировать свежей травой. Чтобы нарастал вот этот вот водородный слой почвы. И только осенью я туда буду сажать клубнику. Вот. Так что это все это у меня ягодник. А вот здесь у меня поле непаханное. Что с этим делать, пока не знаю. Честно, я в шоке.